Марк Твен Запоздавший русский паспорт Одна муха делает лето Из календаря простофили Вильсона Часть первая Просторная пивная на Фридрихштрассе в Берлине Перевалила заполдень За сотней круглых столиков Поседают курящие и пьющие господа Снуют кельнеры в белых фартуках С пенищимися кружками в руках для жаждущих За столиком у главного входа Собралось полдюжины оживленных молодых людей Это американские студенты Пришедшие попрощаться со своим молодым ельским коллегой Который путешествует по Европе И провел несколько дней в столице Германии «Но что это вам вздумалось обрывать свое путешествие на середине Переж?» Спросил один из студента «Вот бы мне оказаться на вашем месте К чему вам торопиться домой?» «Да», — подхватил другой «В чем дело? Вы должны объяснить А то, знаете ли, это смахивает на помешательство Что у вас? Тоска по родине?» Юное свежее лицо Перриша зардело с девическим румянцем И после некоторого колебания он признался, что причина именно в этом «До сих пор я никогда не уезжал из дому», — сказал он «И с каждым днем мне делается все тоскливее Уже несколько недель я не видел знакомого лица А это невыносимо Я хотел хоть и с самолюбия дотянуть это путешествие до конца Но встреча с вами, друзья, меня доконала Я будто побывал в раю И теперь уже не в силах вновь погрузиться в это тоскливое одиночество Если бы у меня был спутник Но его ведь нет Что толку говорить об этом? В детстве меня дразнили «Мисс Нэнси» Мне кажется, я и сейчас остался таким же Изнеженным, робким и тому подобное Да, мне следовало бы родиться девочкой У меня больше нет сил Я уезжаю домой Молодые люди принялись добродушно подшучивать над ним Говоря, что он совершает ошибку О которой будет сожалеть всю жизнь А один из них прибавил, что перед возвращением на родину Он должен побывать хотя бы в Петербурге Перестаньте, взмолился Перриш Это была моя заветнейшая мечта И сейчас я от нее отказываюсь Прошу вас ни слова об этом Ведь я податлив, как воск И если меня начнут уговаривать, не устаю А я не могу ехать один Мне кажется, что я умру Он похлопал себя по карману и прибавил Вот гарантия того, что я не передумаю Я купил билет в спальный вагон до Парижа И сегодня вечером уезжаю Выпьем же, я плачу Выпьем до дна за возвращение домой Отзвучали прощальные тосты И Альфред Перриш остался наедине со своими думами Но ненадолго Какой-то энергичный господин средних лет С деловитыми и решительными манерами С твердым и самоуверенным выражением лица Какое бывает у людей военных Быстро встал из-за соседнего столика Подсел к Перришу и заговорил с выражением живейшего участия и интереса Глаза, лицо, наружность незнакомца Все его существо Казалось, источали энергию Его распирал пар самого высокого давления Еще немного, и вы услышали бы, как он со свистом вырывается из клапана Незнакомец сердечно пожал Перришу руку И сказал тоном глубочайшего убеждения — Ни в коем случае не делайте этого Ни в коем случае, слышите? Это будет величайшей ошибкой Вы всю жизнь будете сожалеть о ней Прошу вас, послушайтесь меня Не делайте этого Не делайте В его голосе звучало такое неподдельное участие Что удрученный юноша воспрянул духом И предательская влага блеснула у него на глазах Невольный знак того, что он тронут и исполнен признательности Наблюдательный незнакомец заметил это И довольный достигнутым успехом Поспешил воспользоваться им Не дожидаясь словесного ответа Нет, нет, не делайте этого Это будет ошибкой Я слышал все, что здесь говорилось Вы извините, я сидел так близко, что это получилось невольно И меня встревожила мысль, что вы намерены прервать свое путешествие В то время как вам совершенно необходимо побывать в Петербурге Ведь до него буквально рукой подать Подумайте хорошенько, вы обязаны подумать Это же так близко Оглянуться не успеешь и уже съездил А какое воспоминание, только представьте себе И он принялся так расписывать русскую столицу И ее чудеса Что у Альфреда Перриша потекли слюнки И его душа просто закричала от нетерпения И тогда Ну, конечно, вы должны Вы обязаны побывать в Петербурге Вы будете в восторге, просто в восторге Я уверен в этом Потому что знаю русскую столицу так же хорошо, как свой родной город в Америке Десять лет Да, уже десять лет, как я знаю его Спросите любого, все вам это скажут Я майор Джексон Меня все знают Меня там каждая собака знает Поезжайте же Вы должны ехать Право же должны Теперь Альфред Перриш дрожал от нетерпения Да, он поедет Это было так ясно написано на его лице Что слов уже не требовалось Затем Он снова помрачнел и печально проговорил О, нет, нет, это невозможно Я не могу Я умру от одиночества От какого одиночества? Скричал изумленный майор Да ведь я еду с вами Это была полнейшая неожиданность И не такая уж приятная События развивались слишком быстро Уж не ловушка ли это? Не жулик ли незнакомец? Откуда столь бескорыстное участие К юному путешественнику Которого он видит впервые в жизни? Но взглянув в открытое, честное, сияющее улыбкой Лицо майора Он устыдился Ах, если б он только знал, как расхлебать эту кашу Не оскорбляя чувств того, кто ее заварил Но он был не слишком искушен в вопросах дипломатии И приступил к делу весьма неуклюже Вполне сознавая свою беспомощность С явно фальшивой самоотверженностью он запротестовал Нет, нет, вы слишком добры Я не могу Не могу позволить вам подвергать себя таким неудобствам По моей... Неудобствам? Да ничего подобного, мой мальчик Я все равно уезжаю сегодня вечером Я еду девятичасовым экспрессом Помните, едем вместе Вы ни на минуту не останетесь в одиночестве Едем же Ну, соглашайтесь И так хитрость не удалась Что же делать? Периш совершенно пал духом Ему казалось, что его скудное воображение Уже не в силах изобрести какую-либо отговорку Которая вызволила бы его из этих тенет И тем не менее он был убежден, что обязан предпринять еще одну попытку И он предпринял ее И еще не успев договорить Решил, что его доводы совершенно неотразимы Увы, это невозможно Несчастье преследует меня Загляните Он вынул билет и положил его на стол Я уже взял билет до Парижа И, разумеется, мне его не обменяют Он пропадет И багажные квитанции тоже Если же я куплю новый билет То окажусь без гроша Ибо вот все мои наличные деньги И он положил на стол банкнот в пятьсот марок В ту же минуту билеты квитанции были у майора А сам майор был на ногах И с воодушевлением восклицал Превосходно! Все в порядке! Все спасено! Для меня они обменяют и билеты квитанции Они знают меня Меня знают все Ждите тут Я сию минуту вернусь Затем он схватил банкнот, добавив Я захвачу это с собой Так как новые билеты, возможно, окажутся немного дороже И тотчас вылетел из зала Часть вторая Альфред Перриш стоял как громом пораженный Все это было так неожиданно Так неожиданно, дерзко, неправдоподобно, непостижимо Он открыл рот, но не смог пошевелить языком Попробовал крикнуть Остановите его! Но в легких не оказалось воздуха Хотел броситься вдогонку, но дрожащие ноги отказывались повиноваться ему Потом они подкосились, и он рухнул на стол В горле у него пересохло Он задыхался, с трудом глотая воздух В голове был полный сумбур Что же делать? Этого он не знал Одно все же казалось несомненным Надо взять себя в руки и попытаться догнать незнакомца Разумеется, этот человек не сможет получить деньги за его билет Но значит ли это, что он его выбросит? Нет, он, конечно, отправится на вокзал и сбудет его кому-нибудь за полцены Причем сегодня же, потому что по местным правилам На следующий день билет будет уже недействителем Это соображение вселило в юношу надежду Собравшись с силами, он встал и направился к выходу Но он сделал лишь несколько шагов Затем, охваченный внезапной слабостью, неверными шагами вернулся на место Чуть не теряя сознание при мысли, что его маневры заметили Ведь в последний раз пиво заказывали за его счет А он еще не расплатился И у него нет ни пфенига Он узник И одному Богу известно, что может произойти Вздумай он уйти из пивной Он был испуган, растерян, подавлен И ко всему слишком плохо знал немецкий язык Чтобы объяснить, в чем дело И просить снисхождения и помощи И тут его стало мучить запоздалое раскаяние Как он мог оказаться таким дураком? Что его дернуло послушаться явного авантюриста? А вот и кельнер Юноша, весь дрожа, зарылся в газету Кельнер прошел мимо Душа Перриша исполнилась благодарности судьбе Стрелки часов, казалось, застыли на месте Тем не менее он не мог отвести от них глаз Томительно медленно проползло десять минут Опять кельнер Перриш снова прячется за газетой Кельнер помешкал Этак с неделю И пошел дальше Еще десять ужасных минут И снова кельнер На этот раз он принялся вытирать столик И делал это, кажется, месяц Потом два месяца стоял у стола И, наконец, отошел Перриш чувствовал, что нового появления кельнера он не вынесет Он должен рискнуть Должен пройти сквозь строй Должен спастись Но кельнер Еще пять минут Они показались бедняге долгими месяцами Околачивался по соседству И Перриш следил за ним затравленным взглядом Чувствуя, как его мало-помалу начинают одолевать все недуги старости А голова медленно седеет Наконец кельнер Побрел прочь Остановился около одного столика Получил по счету Побрел дальше Снова получил по счету Побрел дальше Все это время Перриш не спускал с него умоляющих глаз Прерывисто дыша от волнения Смешанного с надеждой Чувствуя, как бешено колотится сердце Кельнер снова остановился, чтобы получить по счету Теперь или никогда, подумал Перриш и двинулся к двери Один шаг Два шага Три Четыре Он уже у дверей Пять У него трясутся колени Кажется, он слышит чьи-то поспешные шаги От одной этой мысли сжимается сердце Шесть шагов Семь Он уже на улице Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Так и есть За ним кто-то гонится Он поворачивает за угол Сейчас он припустит, что из духу Чья-то тяжелая рука опускается ему на плечо И силы оставляют его Это был майор Он не задал ни одного вопроса Не выказал ни малейшего удивления Он заговорил, как всегда, оживленно и бодро Черт бы их всех побрал Они меня задержали Поэтому я и пропадал столько времени В билетной кассе новый кассир Он меня не знает и не хотел обменивать билет Потому что это не по правилам Пришлось разыскивать моего старинного приятеля Великого Могола Начальника станции, понимаете? Эй, извозчик! Извозчик! Сюда! Прыгайте, пейш! Русское консульство, извозчик! И гони что из духу! Так вот, я и говорю На все это ушла уйма времени Но теперь все в порядке, все улажено Ваш багаж заново взвешен Выписаны новые эквитанции Проездной билет и плацкарта обменены И все это лежит у меня в кармане Тут же и сдача Я поберегу ее для вас Погоняй, извозчик! Погоняй! Что они у тебя? Уснули! Бедняга Перриш всячески старался Ввернуть хоть слово Покуда извозчик увозил их все дальше От бесчестно покинутой им пивной И когда это наконец удалось ему Выразил желание тут же вернуться И уплатить по счету О, об этом можете не беспокоиться Невозмутимо ответил майор Здесь все в порядке Они меня знают Меня все знают В следующий раз, когда я буду в Берлине Я это улажу Гони, извозчик! Время не у нас в обрез! К русскому консульству Они подъехали с опозданием на две минуты И вбежали в помещение Там уже не оказалось никого Кроме письма водителя Майор положил перед ним на конторку Свою визитную карточку И сказал по-русски Так вот Чем скорее вы завизируете паспорт Этого молодого человека Для поездки в Петербург Но, милостивый государь Я не имею на это права А консул только что уехал Куда? За город Он там живет И вернется Не раньше завтрашнего утра Дьявол! Впрочем, послушайте Я майор Джексон Он меня знает Меня все знают Завизируйте этот паспорт Сами Скажите ему, что вас попросил майор Джексон И все будет в порядке Но склонить письма водителя На такое ужасающее нарушение правил Не было никакой возможности Он чуть не упал в обморок При одной мысли об этом Ну ладно Тогда сделаем так Сказал майор Вот сбор завизу и марки Завизируйте его завтра И отправьте почтой Письмоводитель нерешительно проговорил Он... Ну что ж Может быть он завизирует ваш паспорт И тогда... Может быть Безусловно завизирует Он знает меня Меня все знают Хорошо Сказал письмоводитель Я передам ему ваши слова Казалось он растерялся Уже готов был уступить И лишь робко добавил Но... Но вы знаете Что окажетесь на границе На целые сутки раньше Чем туда придет паспорт А там ведь так долго И подождать-то негде И почему вы решили Что мы будем ждать И не подумаем Письмоводителя едва не хватило удар И он воскликнул Бог с вами, сударь Ведь не хотите же вы Чтобы мы переслали его Прямо в Петербург А почему бы нет? А его владелец будет ждать На границе в 25 милях Какая же ему тогда От паспорта польза? Ждать? Что за вздор? Откуда вы взяли Что он собирается ждать? Но вы же знаете Что без паспорта Его задержат на границе Ничего подобного Главный инспектор меня знает Меня все знают Я поручусь за этого юношу Вы пошлете паспорт Прямо в Петербург Гостиница Европейская Для майора Джексона Скажите консулу Чтоб он не беспокоился Весь риск я беру на себя Письмоводитель помялся Затем предпринял Еще одну попытку Вы должны иметь в виду, сударь Что именно сейчас Риск особенно серьезен Вошел в силу новый указ Какой? Десять лет Сибири За пребывание в России Без паспорта Ммм, а что б Майор выругался по-английски Ибо русский язык слабоват При столь сложных обстоятельствах Он задумался на минуту Однако сейчас же просиял И снова заговорил по-русски Чепуха, все в порядке Отправляйте его в Петербург И делу конец Я все улажу Там меня все знают Все власти Все и каждый Часть третья Майор оказался восхитительным спутником И юный пэриш был от него в восторге Его беседа искрила с солнечным светом И переливала радугой Освещая все вокруг И все казалось веселым, бодрым, радостным Он был надивооборотист И всегда знал, что, как и почему Надо делать Продолжительное путешествие Показалось чудесным сном Бедному юноше Который столько недель Был одинок, заброшен Лишен дружеского участия И снедаем тоской по родине Наконец, когда наши путешественники Уже приближались к границе Пэриш сказал что-то о паспортах Потом вздрогнул Будто вспомнив о чем-то и добавил Да, кстати, я почему-то не помню Был ли у вас в руках мой паспорт Когда мы выходили из консульства Но ведь он с вами Не правда ли? Нет, он идет почтой Безмятежно сообщил майор Почтой? Пролепетал юноша Все ужасы, которые он слышал О бедствиях и злоключениях Беспаспортных гостей России Ожили в его потрясенном сознании И он побледнел, как мел О майор! Ради бога! Что же со мной будет? Как вы могли это сделать? Майор ласково положил руку ему на плечо И сказал Успокойтесь, мой мальчик Все будет хорошо Я взял на себя заботу о вас И не допущу, чтобы с вами стреслась Какая-либо беда Главный инспектор меня знает Я ему все объясню И все будет в порядке Вот увидите Да не расстраивайтесь вы Я все улажу Это легче легкого У Альфреда душа уходила с пятки Он дрожал с головы до ног Но кое-как постарался скрыть свое отчаяние И даже изобразить какое-то подобие бодрости В ответ на ласковые слова и уверения майора На границе он вышел из вагона И стоя поодаль от толпы пассажиров Страшной тревоги ожидал майора Который протискивался вперед Чтобы все объяснить главному инспектору Ожидание тянуло смучительно долго Но вот наконец вновь появился майор И жизнерадостно выпалил Проклятие! Здесь новый инспектор! И я с ним не знаком! С отчаянным криком О боже! Боже! Не следовало ожидать этого! Альфред прислонился к груди чемоданов И начал беспомощно сползать на землю Но майор подхватил его Усадил на чей-то сундук Сел рядом И придерживая его рукой Зашептал на ухо Не волнуйтесь, дружок Не волнуйтесь же Все обойдется Только положитесь на меня Помощник инспектора слеп как крот Я наблюдал за ним и совершенно уверен в этом Теперь послушайте, что надо сделать Я пройду и предъявлю свой паспорт А потом встану вон там по ту сторону решетки Где стоят крестьяне с мешками Встаньте рядом Я прислонюсь к решетке И просуну вам паспорт сквозь прутья Потом вы пойдете вместе со всеми Предъявите паспорт и будете уповать на проведение и на крота Главным образом на крота Все будет в лучшем виде Только не бойтесь Да, но, боже милостивый Ваши приметы совпадают с моими не больше, чем... О, это пустяки! Разница между мужчиной пятидесяти одного года и девятнадцати для крота совершенно незаметна Успокойтесь же! Все обойдется как нельзя лучше! Спустя десять минут Побледневший и обессилевший от страха Альфред Неверными шагами приближался к поезду Однако он успешно обошел крота И был счастлив, как необложенная налогом собака Которая улизнула от полицейского Ну, что я вам говорил? Воскликнул майор Находившийся в превосходном расположении духа Я знаю, что все удается Стоит лишь положиться на проведение Как это делают доверчивые маленькие дети И не пытаться исправить его пути Так всегда бывает Всю оставшуюся часть путешествия майор лез из кожи вон, стараясь вдохнуть жизнь своего юного спутника Восстановить его кровообращение Вытянуть его из пучины уныния Заставить вновь почувствовать, что жизнь — удовольствие и жить стоит В результате молодой человек прибыл в Петербург в приподнятом настроении Бодро вступил в гостиницу и внес в список приезжих свое имя Однако вместо того, чтобы указать ему номер Портье вопросительно глядел на него, чего-то выжидая Майор тут же ринулся на помощь и дружески заговорил с Портье О, все в порядке! Вы ведь меня знаете! Внесите его в список, я отвечаю! Портье с важной миной покачал головой Майор добавил С этим все в порядке! Он будет через двадцать четыре часа! Он идет почтой! Вот мой, а его идет почтой! За нами следом! Портье был полон учтивости и почтения, но непреклонен Он сказал по-английски Право же, мне бы очень хотелось оказать вам эту услугу, майор И я оказал бы ее, если бы это было в моих силах Но у меня нет выбора, и я вынужден просить его удалиться Я не могу позволить ему ни минуты оставаться в гостинице Берриш покачнулся и издал стон Майор подхватил его и, поддерживая одной рукой, просительно обратился к Портье Полноте! Вы же знаете меня! Меня все знают! Разрешите ему только переночевать здесь, и я даю вам слово! Портье покачал головой и сказал Однако, майор, вы подвергаете опасности меня и всю гостиницу Я... мне противна самая мысль об этом Но я обязан позвать полицию Погодите! Не делайте этого! Идемте, мой мальчик, и не падайте духом Все будет хорошо Эй! Извозчик! Сюда! Прыгайте, Перриш! Дворец начальника жандармского управления Дуй вовсю, извозчик! Шевелись! Гони во весь дух! Ну вот, теперь можете быть совершенно спокойны Князь Басловский меня знает Знает, как свои пять пальцев, и он быстро все уладит Они вихрем пронеслись по оживленным улицам И остановились у залитого огнями дворца Но тут пробило половину девятого Караульный сказал, что князь идет обедать И никого не сможет принять Ну уж меня-то он примет! Воскликнул бравый майор И подал свою карточку Я майор Джексон! Передайте ее, и все будет в порядке Невзирая на сопротивление, карточка была отослана И майор со своим подопечным прошли в приемную После долгого ожидания за ними прислали И вели в пышный кабинет Где их встретил князь, роскошно одетый И хмурый, как грозовая туча Майор изложил свое дело И попросил от срочки на двадцать четыре часа Пока не будет получен паспорт Это невозможно! Ответил князь на безукоризненном английском языке Меня изумляет, как вы могли совершить такое безумие И привезти сюда без паспорта этого юношу Право, я изумлен, майор Ведь это же десять лет Сибири Без всякого снисхождения Держите его! Да помогите же ему! Ибо несчастный Пэриш в эту минуту Совершал вторичное путешествие на пол Скорее дайте ему вот этого! Хорошо! Еще глоточек! Коньяк именно то, что нужно Как вы полагаете, юноша? Ну вот, теперь вам лучше, бедняжка Ложитесь сюда на диван Как глупо было с вашей стороны, майор Втянуть его в такую ужасную историю Майор осторожно уложил юношу Подсунул ему под голову подушку И шепнул на ухо Прикидывайтесь вовсю! Делайте вид, что вот-вот окочуритесь! Вы видите, он растроган! Чувствительное сердце бьется где-то там Под всем этим И сдайте стон и скажите «О, мама, мама!» Это его доконает, как пидать! Перриш, который готов был проделать Все это по естественному побуждению Незамедлительно последовал совету майора И застонал с такой огромной и подкупающей Искренностью, что майор прошептал «Блестяще! А ну-ка еще разок! Самой Саре Бернар так не сыграть!» В конце концов, красноречие майора И отчаяние юноши сделали свое дело Князь сдался и сказал «Будь по-вашему, хоть вы и заслуживаете сурового урока Я даю вам ровно двадцать четыре часа Если за это время вы не получите паспорта Можете ко мне не являться Тогда уже Сибирь и никакой надежды на помилование!» Пока майор и юноша рассыпались в благодарностях Князь позвонил, вызвал двух солдат И по-русски приказал им всюду следовать за этими двумя людьми Ни на минуту не выпуская из виду младшего В течение двадцати четырех часов И если по истечении этого срока Юноша не сможет предъявить паспорт Заточить его в каземат Петропавловской крепости А об исполнении доложить Злополучные путешественники прибыли в гостиницу В сопровождении своих стражей Которые не спускали с них глаз в течение всего обеда И просидели в комнате Перриша до тех пор Пока майор не отправился спать Ободрив упомянутого Перриша После чего один из солдат Оставшись вдвоем с Перришем Замкнул комнату на ключ В то время как второй растянулся у порога снаружи И тут же заснул Но Альфред Перриш не последовал его примеру Едва очутился он наедине с угрюмым солдатом И безголосая тишина Обступила его со всех сторон Его напускная бодрость Стала улетучиваться Искусственно раздутая храбрость Выдыхаться Пока не съежилась до своих обычных размеров А жалкое сердечко сморщилось в изюминку За какие-то полчаса он докатился до того Что дальше некуда Тоска, уныние, ужас, отчаяние Не могли быть беспредельными Постель Она не для таких, как он Не для обреченных Не для погибших Сон Он не иудейский отрок Чтобы уснуть в пещи огненной Метаться взад и вперед по комнате Вот все, что он мог делать И не только мог, но должен был И он метался, словно выполнял урок И стонал, и плакал, и дрожал, и молился Потом, при исполненной глубокой скорби Он сделал последние распоряжения И приготовился достойно встретить свою судьбу И, наконец, составил письмо Дорогая матушка Когда эти печальные строки дойдут до тебя Твоего несчастного Альфреда уже не будет Нет, хуже, чем это Гораздо хуже По своей вине и из-за собственного легкомыслия Я оказался в руках мошенника Или безумца Не знаю уж, что вернее Но и в том, и в другом случае я пропал Иной раз мне думается, что он мошенник Но чаще всего мне кажется, что это просто сумасшедший Ибо я знаю, что у него доброе, отзывчивое сердце И он, несомненно, прилагает сверхчеловеческие усилия Чтобы вызволить меня из роковых злоключений В которые сам же меня втянул Через несколько часов я буду одним из безымянной толпы Бредущей под ударами кнута по безлюдным снегам России Страну тайн, страданий и вечного забвения Которое зовется Сибирью Живым до нее я не доберусь Сердце мое разбито Я умру Отдай мой портрет ей Пусть хранит его в память обо мне И живет так, чтобы, когда пробьет ее час Она могла присоединиться ко мне в том лучшем мире Где не женятся и не выходят замуж Где нет разлук и неведомо горе Мою рыжую собаку отдай Арчи Гейлу А вторую Генри Тейлору Фланелевую курточку я завещаю брату Виллу И ему же рыболовные снасти и Библию Мне не на что надеяться Бежать я не могу Здесь стоит солдат с ружьем И не сводит с меня глаз Только помаргивает И больше ни малейшего движения Как будто он мертвый Я не могу подкупить его Все мои деньги у этого одержимого Мой аккредитив в чемодане И может никогда не дойти сюда Да, он никогда не дойдет, я знаю Ох, что же со мной будет Молись за меня, дорогая матушка Молись за своего бедного Альфреда Только это уже не поможет Часть четвертая Наутро Альфред, отощавший и изнуренный Вышел из комнаты Когда майор вытребовал его к раннему завтраку Они накормили своих стражей Закурили сигары, майор развязал язык И пустил его в работу И под его магическим воздействием Альфред с благодарностью почувствовал Что к нему мало-помалу возвращается надежда Некая умеренная доля бодрости И что он снова почти счастлив Но выходить из гостиницы он не захотел Сибирь, мрачная и угрожающая Нависла над ним И вся его жажда зрелищ испарилась Осматривать улицы, галереи, церкви Под конвоем двух солдат Чтобы все встречные останавливались Спялили на него глаза И перешептывались? Нет, он бы не снес такого позора Он будет сидеть в гостинице И дожидаться берлинской почты И решения своей участи Майор весь день самоотверженно провел В его комнате У порога которой застыл солдат С ружьем на плече В то время как другой дремал На стуле в коридоре Весь день честный служака С энергией поистине неистащимой Плел небылицы о военных походах Описывал сражения Сыпал фейерверками анекдотов И своей непоколебимой твердостью И остроумием Поддерживал жизнь в перепуганном студенте И заставлял кое-как биться его пульс Томительно долгий день Близился к концу Наши друзья, сопровождаемые стражей Спустились в ресторан И заняли свои места Теперь уже недолго Оставаться в неизвестности Вздохнул бедный Альфред В эту минуту мимо них Прошли двое англичан И один из них сказал Значит, сегодня вечером Мы не получим писем из Берлина У Пэриша перехватило дыхание Англичане сели за столик неподалеку от них И второй ответил Нет, дело не так плохо Пэриш перевел дух Была еще одна телеграмма Катастрофа лишь сильно задержала поезд Только и всего Он опоздает на три часа И прибудет ночью На этот раз Пэриш не успел Добраться до пола Ибо майор Подскочил к нему вовремя Он прислушивался К разговору И предвосхитил события Ласково похлопав Пэриша по спине Он стащил его со стула И весело проговорил Пойдемте, мой мальчик Не вешайте нос Беспокоиться решительно не о чем Я знаю, как выйти из положения Наплевать нам на паспорт Пусть запаздывает Хоть на неделю, если угодно Без него обойдемся Пэриш так дурно себя чувствовал Что вряд ли слышал хоть слово Надежда исчезла Перед ним расстилала Сибирь Он с трудом переставлял ноги Словно налитые свинцом Повиснув на майоре Который тащил его в американскую миссию Ободряя по пути заверениями Что по его рекомендации Посланник без колебаний Тотчас же вручит ему новый паспорт Этот козырь я придерживал с самого начала Говорил он Посланник знает меня Мы с ним близкие друзья Не один час проболтали мы Лежа под грудой других раненых Околд Харбор И с тех пор на всю жизнь остались Закадычными друзьями Духовно, конечно, ибо встречались мы нечасто Перестаньте киснуть, голубчик Все идет блестяще Клянусь Богом Я полон задора Готов горы своротить Вот мы и пришли И все наши печали остались позади Да и были ли они у нас? Возле дверей была приколочена торговая марка Богатейшей, свободнейшей и могущественнейшей Республики, когда-либо существовавшей в веках Деревянный круг с распростертым на нем орлом Голова и плечи которого парят под звездами А когти полны разного старомодного военного хлама При этом зрелище Слезы выступили на глазах Альфреда Сердце поднялась волна гордости за свою родину У груди загремели звуки Привет, Колумбия! И все его страхи и печали сразу улетучились Потому что здесь он был в безопасности Да, в безопасности Никакие силы на свете не осмелились бы переступить этот порог Чтобы наложить на него свою руку Из соображения экономии Европейские миссии могущественнейшей республики Ютятся в полутора комнатушках на девятом этаже Поскольку на десятом не оказалось места А обстановка миссии состоит из посланника Или посла на жалование тормозного кондуктора Секретаря, который, чтобы заработать себе на пропитание Торгует спичками и склеивает фаянсовую посуду Наемной барышни, исполняющей обязанности переводчика А заодно и всей прислуги Нескольких снимков американских пароходов Хромолитографии с изображением ныне царствующего президента Письменного стола, трех стульев, керосиновой лампы, кошки Стенных часов и плевательницы, на которой начертан девиз «На Господа уповаем» Наши путешественники в сопровождении конвоя вскарабкались наверх За письменным столом сидел некто и составлял деловое письмо Царапая гвоздиком по оберточной бумаге Он встал и сделал поворот кругом Кошка соскочила на пол и спряталась под стулом Наемная барышня протиснула с угол за кувшем с водкой Чтобы освободить место Солдаты прижались к стене рядом с ней, держа оружие на плечо Альфред сиял от счастья и ощущения безопасности Майор обменялся с чиновником сердечным рукопожатием Непринужденно и бойко отбарабанил ему обстоятельства дела И попросил выдать желаемый паспорт Чиновник усадил своих посетителей и сказал «Хм, видите ли, я всего-навсего секретарь мессии И мне бы не хотелось выдавать паспорт, когда сам посланник находится в России Это слишком большая ответственность!» «Чудесно! Так пошлите за ним!» Секретарь улыбнулся и ответил «Легко сказать! Он сейчас в отпуске, где-то в лесах, на охоте!» «Черт подери!» — воскликнул майор Альфред застонал, румянец сбежал с его щек И он начал медленно проваливаться вовнутрь своего костюма Секретарь с удивлением проговорил «Для чего же чертыхаться, майор? Князь дал вам двадцать четыре часа Взгляните на часы! Вам незачем беспокоиться! В вашем распоряжении еще полчаса Поезд вот-вот придет! Ваш паспорт будет здесь вовремя!» «Вы не знаете новостей, дорогой мой! Поезд опаздывает на три часа! Жизнь и свобода этого мальчика убывают с каждой минутой А их осталось всего тридцать! Через полчаса я не дам и ломаного гроша за его жизнь! Клянусь Богом! Нам необходимо получить паспорт!» «Ох! Я умираю! Я знаю это!» Возопил несчастный и, закрыв лицо руками, уронил голову на стол Секретарем произошла мгновенная перемена Его безмятежность исчезла без следа Глаза и все лицо его оживились, и он скричал «Я понимаю весь ужас вашего положения! Ну, право же! Я не в силах вам помочь! Вы можете что-нибудь предложить?» «Кой черт! Дайте ему паспорт и дело с концом!» «Невозможно! Абсолютно невозможно! Вы о нем ничего не знаете! Три дня тому назад вы даже не подозревали о его существовании! Установить его личность нет ни малейшей возможности! Он погиб! Погиб! Погиб безвозвратно!» Юноша опять застонал и, рыдая, воскликнул «О, Боже! Боже! Дни Альфреда Перриша сочтены!» Тут Секретарем произошла новая перемена Прилив самого горячего сострадания, досады, растерянности Неожиданно сменился полным спокойствием И он спросил тем безразличным тоном, каким заговаривают о погоде Когда говорить уже не о чем «Это ваше имя?» Обливаясь слезами, юноша выдавил из себя «Да!» «А откуда же вы?» «Из Бриджпорта!» Секретарь покачал головой, еще раз покачал головой И что-то пробормотал Затем спустя минуту спросил «И родились там?» «Нет, в Нью-Хейвене» «А-а-а!» Секретарь взглянул на озадаченного майора Который с бессмысленным выражением лица Напряженно прислушивался к разговору И как бы вскользь заметил «Если солдаты хотят промочить горло, здесь есть водка» Майор вскочил, налил солдатам по стакану И те приняли их с благодарностью Допрос продолжался «Сколько вы прожили в Нью-Хейвене?» «До четырнадцати лет!» «А два года назад вернулся туда, чтобы поступить в Ельский университет» «На какой улице вы жили?» «На Паркер-стрит» Майор, в глазах которого забреживала смутная догадка, Вопросительно взглянул на секретаря Секретарь кивнул, и майор опять налил солдатам водки «Номер дома?» «Номера не было» Юноша выпрямился и устремил на секретаря жалобный взгляд, Который, казалось, говорил «К чему терзать меня всей этой ерундой? Я и так уже достаточно несчастен» Секретарь продолжал, как будто ничего не замечая «Опишите дом» «Кирпичный, два этажа» «Выходит прямо на тротуар» «Нет, перед домом полисадник» «Аграда железная» «Деревянная» Майор еще раз налил водки, На сей раз, не дожидаясь указаний, Налил до самых краев Лицо его просветлело и оживилось «Что вы видите, когда входите в дом?» «Узенькую прихожую, в конце дверь, Справа еще одна дверь» «Что еще?» «Вешалка для шляп» «Комната направо» «Гостиная» «Есть ковер?» «Да» «Какой?» «Старинный Уилтоновский» «С рисунком» «Да, соколиная охота на лошадях» Майор покосился на часы, Оставалось всего шесть минут, Он сделал налево кругом, Повернулся к кувшину с водкой И, наполняя стакан, И бросил вопросительный взгляд Сперва на секретаря, Потом на часы Секретарь кивнул Майор на мгновение Загородил часы своим телом И перевел стрелки на полчаса назад Затем снова поднес солдатам Двойную порцию Комната за прихожей и вешалкой Столовая Есть печка Камин «Дом принадлежал вашим родителям» «Да» «Принадлежит им и сейчас» «Нет, продан накануне переездов в Риджборд» Секретарь помолчал и затем спросил «У вас было какое-нибудь прозвище в детстве» Бледные щеки юноши Медленно окрасились румянцем И он потупил взгляд Минуты две он, казалось, боролся с собой Потом жалобно проговорил «Ребята дразнили меня, мисс Нэнси» Секретарь задумался Потом изобрел следующий вопрос «В столовой были какие-нибудь украшения?» «Да...» «Эээ...» «Нет» «Нет?» «Никаких украшений?» «Никаких...» «Ах, что об вас! Вам не кажется, что это странно? Подумайте!» Юноша добросовестно задумался Секретарь, волнуясь, ждал Наконец бедняга поднял на него унылый взор И отрицательно покачал головой «Думайте!» «Думайте!» «Думайте же!» Вскричал майор в неописуемом волнении И вновь наполнил стаканы «Как же так?» Сказал секретарь «Даже картины не было!» «О, разумеется! Но ведь вы сказали украшения!» «Уф!» «А что говорил ваш отец об этой картине?» Вновь лицо юноши залил румянец Он молчал «Говорите же!» Сказал секретарь «Говорите!» Вскричал майор и дрожащей рукой Пролил больше водки на пол, чем налил стаканы «Я...» «Я не могу повторить его слова» Запинаец произнес юноша «Скорее!» «Скорее!» Воскликнул секретарь «Ну же!» «Не теряйте времени!» «Родина и свобода или Сибирь и смерть» «Вот что зависит от вашего ответа» «О, шальтесь!» «Ведь он священник и...» «Пустое!» «Выкладывайте поскорей не то» «Он говорил, что такое распора дьявольской мазни И в страшном сне не увидишь» «Спасен!» Скричал секретарь, хватая свой гвоздик и паспортный бланк «Я удостоверяю вашу личность!» «Я жил в этом доме и сам написал эту картину» «Ты спасен, мой бедный мальчик!» «Приди же в мои объятия!» Воскликнул майор «И будем до конца своих дней благодарны Богу за то, Что он создал этого художника, Если только это дело его рук» «Да, беру scrutуй» «С receщо тут!» «Можно с видно...» «С шире Sharing штуки и